Разрешите представить доклад на заявленную тему. По данным Международной Федерации Диабетом, в 2019 году было установлено, что почти 500 миллионов человек, полмиллиарда человек живут с сахарным диабетом. И к 2045 году, то есть через 25 лет, прогнозируется рост до 700 миллионов случаев. Ну это уже такие масштабы пандемии. И также было выявлено, что один из пяти людей старше 65 лет страдает с сахарным диабетом. Каждый второй человек с сахарным диабетом не диагностирован. Сахарный диабет стал причиной более 4 миллионов смертей. И более 1 миллиона детей и подростков живут с сахарным диабетом первого типа. Также почти 400 миллионов человек подвержены повышенному риску развития сахарного диабета второго типа. Следующий слайд, пожалуйста. По данным Росстата тоже прослеживается тенденция к увеличению роста пациентов с сахарным диабетом. Так, в период с 2016 по 2018 год прибавилось более 300 новых случаев заболевания. Следующий слайд. Прогрессирование диабетической ретинопатии до ее пролиферативной стадии и диабетический макулярный отек являются ведущими причинами потери зрения и инвалидизации среди лиц трудоспособного возраста. При длительности заболевания более 20 лет диабетическая ретинопатия диагностируется почти в 100% случаев. При этом частота развития пролиферативной стадии составляет от 30 до 50% в зависимости от типа диабета. Характерно, что диабетический макулярный отек может формироваться на любой стадии диабетической ретинопатии. Следующий слайд. Прогрессирование диабетической ретинопатии. Поэтому рассмотрим несколько. Так, в 1991 году была предложена классификация по Кокнер-Порта, или мы ее знаем как классификация ВОЗ, которая делит процесс на три стадии. Непролиферативная диабетическая ретинопатия характеризуется наличием микроаневризм и микрогеморрагиями на глазном дне. При пролиферативной стадии правило 4.2.1, то есть наличие венозных геморрагических микрогеморрагий, микроаневризм во всех квадрантах, венозных и аномалий четкообразность вен в двух квадрантах, и наличие интерритинальных микрососудистых аномалий, то есть сосудистых шунтов в одном и более квадратных. Пролиферативная стадия характеризуется неоскаляризацией сетчатки с разрастанием и формированием фиброза на диске зрительного нерва с дальнейшим его распространением на область сосудистых аркад. Следующий слайд. Также в этом году была предложена классификация ETDRS, которая является модификацией классификации Early House, также основанная на анализе стереофотографии семи стандартов зон глазного дна. Отключительной чертой является то, что ETDRS классифицирует диабетическую ретинопатию на 11 комплексных стадий в пределах от 10 уровня, где отсутствует ретинопатия, и до 90 уровня, где невозможно оценить глазное дно. Все дальнейшие предложенные классификации являются именно модификацией классификации ETDRS. Следующий слайд. Если говорить о хирургической классификации, то перспективным является рассмотрение классификации, предложенные Констальсоном или Аветисовым, которые характеризуются неоскулиеризацией, то есть стадия А – это наличие неоскулиеризации, стадия Б – с глиозом. Тут уже вовлекается в процесс изменения стекловидного тела. Итак, по классификации Констальсона выделяют пролиферативную диабетическую ретинопатию стадии B1, это где участки глиозы на периферии сетчатки, не захватывающие диск зрительного нерва. В B2 – это глиоз, неоскулиеризация у диска зрительного нерва. Стадия глиоза B3 – когда фиброглиальная ткань или пролиферативная мембрана распространяется на область сосудистых аркад, в том числе и на диск зрительного нерва. И четвертая стадия – циркулярная полоса глиоза, которая захватывает сосудистые аркады и височные межаркадные зоны. Следующий. Ну и наиболее подходящей хирургической классификацией является классификация, предложенная Кролл в 1987 году. Доктор Кролл взял за основу классификацию пролиферативной витрию ретинопатии, которая была предложена ретинальным обществом США, и он ее адаптировал под диабетическую ретинопатию. И так выделяется пролиферативная диабетическая ретинопатия стадия А наличием новой склерозации и швартового образования. При этом сетчатка у нас прилежит. Стадия Б характеризуется полосой глиоза с носальной или темпоральной стороны без отслойки мукулярной области. Следующий слайд. И вот дальше самое интересное. Тут классификация включает в себя площадь распространения отслойной сетчатки по часовому циферблату. И мы видим, как при стадии С1 локальная отслойка сетчатки в одном квадранте, и дальше по квадранцам. С2 два квадранта, С3 три квадранта, и С4 тотальная отслойка сетчатки с циркулярной полосой глиоза. Следующий слайд. Какие же недостатки у этих классификаций? Вот первая классификация, про которую мы говорили, классификация ВОЗ, она подходит только для установки диагноза, потому что пациентам с разной потяжести клинической картины ставится один и тот же диагноз, но проводится разное лечение. Так, например, если у пациента только на его склерозе сетчатки без признаков фиброглиальной ткани и пролиферации, то данным пациентам лучше будет проведение лазерного вмешательства. А если уже там циркулярная полоса глиоза, то, конечно, уже в виде ретинальной хирургии. Классификация ЭТДРС, ну, она очень сложна в применении, не отражает роль стекловидного тела и требует наличия специального оборудования и обученного персонала. Хирургическая классификация, предложенная Коснельсоном, ну, там незначительные недостатки в том, что не отражена тяжесть ретинопатии в зависимости от площади от слоя на сетчатке, тогда как у кров не отражены начальные стадии пролиферативной диабетической ретинопатии. Это говорит о том, что поиск оптимальной классификации является весьма актуальным на сегодняшний день. Следующий вопрос, ой, следующий слайд, извините. Какие же показания на сегодняшний день для проведения операции при пролиферативной диабетической ретинопатии? Это активная новосклеризация в сочетании с гемофтальмом, наличие признаков фиброзы и пролиферации задней геолоидной мембраны, внутренней пограничной мембраны, витрилистер и тракционный синдром с их стороны. Тракционный макулярный отек, гемофтальм, который не рассасывается более одного месяца и ранее. Почему и ранее сегодня? Имеется тенденция к более раннему выполнению хирургического лечения при гемофтальме. Так, имеется успешный опыт выполнения витриктомии при гемофтальме, который не рассасывался до двух недель. Также показаниями следующими являются рецидивирующие кровоизлияния в полостекловидного тела и экстренные – это тракционная отслойка сетчатки, тракционная ригматогенная отслойка сетчатки и без захвата макулярного области. Следующий слайд. На данном слайде представлены виды тракционных воздействий на сетчатку. На верхнем снимке мы видим тракционный компонент или V-образную тракцию со стороны задней геолойной мембраны. На среднем слайде видим тангенциальную тракцию, то есть тракцию в сторону, со стороны внутренней пограничной мембраны, над которой образовалась эперитинальная мембрана. На нижнем слайде мы видим смешанные тракции как со стороны задней, так и со стороны внутренней пограничной мембраны. Следующий слайд. Как же облегчить хирургию? На сегодняшний день имеется несколько методик. Первое – это, конечно же, компенсация факторов риска прогрессирования. Это стабильный уровень гликемии, артериального давления, чтобы просто пациент сосуды сетчатки сильно не кровили во время операции. Проведение паноретинальной лазеркоагуляции сетчатки тоже был золотым стандартом лечения пациента с пролиферативно-диабетической ретинопатией. Проведение фактоэмулисификации катаракты с имплантацией ИОЛ – спорный вопрос. Есть разные мнения, но на нашем опыте мы решили, что лучше выполнять первым этапом фактоэмулисификации катаракты. Ну и относительно новое на сегодняшний день – это предварительное интертериальное введение ингибиторов ангиогенеза, ну или предварительная антивИДЖЕФ-терапия, о которой мы поговорим чуть более подробно. Следующий слайд. Чему способствует предварительная антивИДЖЕФ-терапия? Регресса новосклеризации, снижение риска возникновения интери- и послеоперационных геморрагических осложнений создает условия для максимального удаления пролиферативных мембран. Единственное, когда выполнять предварительную антивИДЖЕФ-терапию, мы сейчас расскажем вам об этом. Следующий слайд. Мы начали проводить исследования для определения оптимальных сроков еще с 2017 года. Также была защищена диссертация на эту тему и какие результаты мы получили. Следующий слайд. Клорометрический анализ воскулярного компонента продемонстрировал регресс новосклеризации как мелких, так и крупных новообразованных сосудов во всех случаях. Регресс новосклеризации начинался на 4-5 сутки после инъекции. Его максимальное проявление наступало в период от 10 до 14 дней. Вот здесь обведено черным пунктиром. Общая тенденция снижения новосклеризации сохранялась в среднем до 3 недель, после чего наблюдался ее рецидив. Следующий слайд. Несмотря на то, что регресс ангиогенеза начинался на 4-5 сутки после инъекции, по данным ОКТ в этот период значимых изменений не наблюдалось. Однако, начиная с 10-го дня после инъекции, отмечалось снижение толщины центральной зоны сетчатки с увеличением расстояния витрио-мокулярного интерфейса, что усиливало тракционный синдром. Достоверное нарастание тракционного воздействия отмечалось начиная с 15-х суток после инъекции. Тем самым сформировался этот промежуток в 10-14 дней, после которых оптимальным является выполнение витриоритинального вмешательства. Следующий слайд. Какие собревенные требования проведения хирургии при пролиферативной диабетической ретинопатии? Это обязательно устранение всех тракционных компонентов, по возможности полное устранение тракционных компонентов на сетчатке, блокировка ретинальных разрывов, приложить сетчатку, обязательный гемостаз, лазер коагуляции сетчатки, пилинг ВПМ, о нем поговорим немножко позже, и обязательное замещение полости стекловидного тела личными ее заместителями и герметизация после операционных доступов. Следующий слайд. Какие бывают осложнения? Частыми являются рецидивирующие кровоизоляние витриальную полость и отслойка сетчатки. Реже встречаются новосклеренглоукома и субодорофия глазного яблока. Однако формирование перетинальных мембран до недавнего времени было малоизучено. Следующий слайд. Также на базе нашего института мы провели ряд исследований, посвященных пилингу внутренней пограничной мембраны при пролиферативной диабетической ретинопатии. Следующий слайд. Так мы видим, что в группе пациентов, где была выполнена витриктомия без пилинга внутренней пограничной мембраны и последующей силиконовой тампонадой, вторичная перетинальная мембрана сформировалась практически во всех случаях. Тогда как в группе с аналогичным объемом витриоретинального вмешательства и силиконовой тампонадой мы видим гиперрефлективную линию, имитирующую перетинальную мембрану. На самом деле это задняя граница пузыря силиконового масла. Следующий слайд. В случае с газовоздушной тампонадой мы тоже видим, что достигается анатомическое прилегание сетчатки и более правильный профиль макулярной области. Следующий слайд. Таким образом, после проведенного хирургического лечения наилучшие морфо-функциональные параметры были достигнуты в четвертой группе, что обусловлено своевременным пилингом внутренней пограничной мембраны, отсутствием вторичных и перетинальных мембран, меньшими изменениями в макулярной области и тампонадой витриальной полости краткосрочным заместителем стекловидного тела. Следующий слайд. По данной методике мы получили два патента на изобретение и на способ хирургического лечения, которые представлены на слайде. Следующий слайд. Когда и как выполнять тампонаду витриальной полости? Например, на примере газовоздушной смеси. Что для этого нужно? Отсутствие активных геморрагических проявлений. Можно провести тест-пробу с воздухом. Устранение тракционного компонента на сетчатку, полное прилегание сетчатки или единичные разрывы. При полном удалении пролиферативных мембран хирург должен быть уверен в минимальном риске послеоперационных геморрагических осложнений и, конечно же, после пилинга внутренней пограничной мембраны. Следующий слайд. Для силиконового масла показания умеренные геморрагические проявления. Это при малой эффективности гемостаза, устранение тракционного компонента на сетчатку, полное прилегание сетчатки и при умеренном или высоком риске послеоперационных геморрагических осложнений. Следующий слайд. Также бывает так, что хирургия прибегает к использованию тяжелых перфороорганических соединений. ФОС можно использовать одномоментно, то есть его удаление в течение операции. И он применяется при выраженных интероперационных геморрагических проявлениях, при отслойке и разрывах сетчатки и ретинитомии с прилежащими краями. Когда же выполнять экспозицию ФОС? К сожалению, такое бывает. Это когда невозможно купировать геморрагические проявления, когда выраженная большая ретинитомия в более 60 градусов с выраженным отеком сетчатки и отечными ее краями, когда лазер-коагулянты не ложатся, ну и когда высокий риск после операционных геморрагических осложнений. Это подразумевает экспозицию ФОС, но с последующей его заменой на тот или иной заместитель цикловидного тела. Следующее слово. Хотим предоставить вам клинический пример. Пациентка 63 года, правый глаз, пролиферативная диабетическая ретинопатия Б3 по Кацнельсона С1 по Кролл, артефакия. За 10 дней была проведена инъекция ранней безумаба в стандартной дозе однократно. Зрение до операции 0,03 не корригирует. Пожалуйста, видео. Видео было записано относительно недавно. Мы начинаем операцию помимо анестезологического пособия с субтиноновой анестезией. Установка стандартных портов 25 гейдж. Первый порт устанавливаем для того, чтобы установить инфузионную канюлю. Далее два верхних порта для манипуляций. И для того, чтобы была у нас возможность использовать бимануальную технику, устанавливаем многоканальный осветитель, шандельер или люстра. Это все синонимы. Здесь мы фиксируем шандельер. И дальше сейчас приступим к хирургии. Сразу же мы делаем ревизию. Здесь мы, получается, левой рукой сами себе поддавливаем и видим ретинальный клапанный разрыв на 9 часах. Я предпочитаю проводить витрилитинальное вмешательство от периферии к центру. Также мы видим, как мы по всему кругу выполняем склерокомпрессию и убираем и выполняем периферическую витрешартоктомию. Далее мы обязательно прокрашиваем все пролиферативные мембраны для того, чтобы их визуализировать. И видите, вот гиммунальная техника позволяет использовать одновременно два инструмента. Мы проводим диссекцию пролиферативной мембраны, то есть ее мобилизацию. Нельзя удалять крупными кусками, потому что будет отрыв сетчатки. После того, как мы ее разделили, она очень хорошо уходит. Никаких гидрогенных разрывов нет. Наблюдаются умеренные геморрагические проявления, которые мы купируем поднятием ирригационного давления и выполнением диатермокоагуляции активных источников кровотечения. Далее мы с помощью дополнительного освещения проводим мембраны пилинг. И для того, чтобы смыть мазки гемы, мы вводим перфтор. Вы видите, как гема поднимается над пузырем перфтора. И дальше с помощью витриотома уже по краю собираем остатки крови и получаем нормальную визуализацию глазного дна. Обязательное проведение эндолазер-коагуляции на периферии мы проводим коагуляцию с повышенной мощностью от 110 до 130. Уже ближе к сосудистым аркадам. Сейчас мы приступим к коагуляции в области сосудистых аркад и в области сосудов. Тут уже мы снижаем коагуляцию где-то на 90 на 80. И так проводим все мы это панретинально. Проводим удаление перфтора с одномоментным замещением на воздух, на стерильный воздух. И проводится силиконовая тампонада. Почему в данном случае силиконовая тампонада? Потому что имеется достаточно большой разрыв на 9-ти часа. Так мы доводим силиконовое масло до нормы тонуса, убираем остатки воздуха и коагулируем операционные доступы. Мы используем диатермокоагулятор широким наконечником для коагуляции после операционных доступов. Как вы видите, просачивания силиконового масла нет, герметизация весьма надежная. И операцию завершаем введением антибиотика. Следующий слайд. В результате мы получили остроту зрения 0,1. Это буквально на следующий день после операции. И нормальный офтальмотонус. Как вы видим на скане оптической конгерентной томографии получился более или менее правильный контур мукулярной области и гребнеобразная форма. Это как раз-таки свидетельствует о том, что внутренняя пограничная мембрана удалена, потому что отростки мюллеровых клеток имеют неравномерный характер. Следующий слайд. Ну и какие способы лечения после операционных осложнений в хирургии пролиферативно-диабетической ретинопатии. Если произошло кровоизлияние, это скорее всего краткосрочная недостаточная тампонада, недостаточный гемостаз, остатки кровоточащих мембран, как с этим бороться? Можно в течение месяца пробовать консервативную рассасывающую терапию, и если при ее малой эффективности, если вот через две недели нет динамики, то уже мы рекомендуем проводить ревизию витриальной полости и устранение причин. Если отслоилась сетчатка, это также причиной является неправильный выбор заместительности стекловидного тела, остаток пролиферативных мембран, недиагностированные разрывы сетчатки и послеоперационной гипотонии. Тут, конечно, сразу нужно проводить ревизию витриальной полости. И при возникновении вторичной новоскулярной глухоми, это может быть не только при избыточном введении заместителя стекловидного тела, но и при нормальном, при достаточном нормотонусе. Что делать тогда? Гипотензивная терапия или удаление заместителя стекловидного тела в случае силиконового масла. И если неэффективны вышеперечисленные методы, то это проведение антиглоукомной операции. Очень эффективным является имплантация клапмана Ахмеда. Следующий слайд, пожалуйста. Таким образом, после проведенного лечения мы сформировали алгоритм, который заключается в диагностике и определение необходимости витриотинальной хирургии нужно вообще не все подряд брать. Если случай поддается хирургии, конечно, берем, но бывают далеко зашедшие случаи, когда хирургия будет малоэффективна. Предварительное интервизиальное введение ингибиторов ангиогенеза и выполняем операцию на 10-14 сутки после инъекции. Тампонады витриальной полости в случае использования перфтора мы пилинг выполняем после его удаления. Если пилинг выполняется без использования ФОС, то замещаем стекловидное тело на силиконовое масло или газовоздушную смесь в зависимости от геморрагических осложнений и прилегания сетчатки. Следующий слайд. И в заключение оптимальной хирургической тактикой лечения пациентов с пролиферативной диабетической ретинопатией является предварительное интервизиальное введение ингибиторов ангиогенеза до витрешвардотомии, выполнение пилинга внутренней пограничной мембраны при силиконовой тампонаде и индивидуальным подходом к хирургической коррекции мупулярной области при газовоздушной тампонаде, что позволяет достичь прогрессивного улучшения морфо-функциональных результатов. Благодарю за внимание. Продолжение следует...